Сирийцы блокируют передвижение американцев, желая выгнать военных США из Хосаки. Конфликты с местными жителями, сложности перемещения своих военных и негативная репутация лояльных группировок, как США теряют позиции на севере Сирии, федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Владимир Фитин. Сирийцы против американского присутствия. Местные жители деревень Ум-Аль-Гадир и Тамина-Трахии, расположенных недалеко от населенного пункта Камышлы на севере сирийской провинции Хосака, помешали проезду колонны вооруженных сил США. Мирным жителям удалось добиться успешного перекрытия дороги при поддержке представителей сирийской арабской армии. В результате американским военнослужащим пришлось искать другой путь. Заметим, что это далеко не первый за последнее время подобный случай. Мирное население на севере Сирии регулярно выступает против американских военных на этих территориях, а также курдских боевиков из сирийских демократических сил, тесно связанных с США. Накануне в Камышлы между бойцами проправительственного ополчения Национальных сил обороны и курдскими отрядами полиции Асаиш произошли боестолкновения, в результате которых несколько человек получили ранения. Предположительной причиной конфликта стал арест 12 местных жителей после переговоров российских представителей с Родоплеменным Союзом ТАЙ об оказании необходимой помощи. Курдские боевики посчитали это посягательством на свою территорию. Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что ситуация в этом регионе всегда находится в напряжении. Столкновение интересов. Как говорит собеседник ФАН, на севере Сирии сталкиваются интересы множества сторон, начиная от тех же курдских боевиков СДФ и проправительственных формирований, заканчивая присутствующими военнослужащими США и Турции. Единение позиций тут быть не может, поскольку каждый отстаивает свои интересы, которые противоречат законным правам Дамаска на эти земли. Такие локальные столкновения неизбежны и могут происходить на регулярной основе. Но ничего нового в этом нет, замечает эксперт. Одной из причин возникновения конфликтных ситуаций также является и притеснение местного арабского населения курдскими боевиками, которые при покровительстве США получили возможность наживаться на мирном населении. Притеснение имело место на протяжении уже длительного времени в районах, которые традиционно являются местом проживания арабов-суннитов и главенства курдов на этих землях, где они исторически не присутствовали. Естественно, вызывают конфликты и рост недовольства местных жителей, говорит собеседник Федерального агентства новостей. Миротворческая миссия России. Конфликт между представителями национальных сил обороны и курдской полиции Асаиш удалось урегулировать в короткие сроки лишь благодаря участию России. После появившихся сведений об истолкновении на место прибыли военнослужащие российской военной полиции, организовавшие переговорный процесс и добившиеся возвращения сторон на занимаемые позиции. Сегодня российские военные провели патрулирование от Камышлы в сторону населенных пунктов на Западе. Как замечает Владимир Фитин, практика примирения с использованием российских военных уже себя оправдала на длительном промежутке времени. Российская военная полиция выступает организатором посреднических переговоров с шейхами местных племен, с лидерами определенных группировок и главами конкретных населенных пунктов. После этого удается договориться о чем-то конкретном, а порой и вовсе добиться при помощи дипломатии перехода под контроль сирийского правительства определенных территорий, говорит эксперт Российского института стратегических исследований. Потери позиций США в Сирии. После череды столкновений и конфликтных ситуаций в Камышлы и ближайших населенных пунктах, американское военное командование приняло решение об усилении своего присутствия в этом регионе. Для этого международная коалиция направила конвой с вооружением и различным оборудованием сразу на несколько военных баз, расположенных в регионе. Американцы почувствовали, что у них недостаточно сил для контроля такой большой территории. Отдавать ее сирийскому правительству они не хотят. Поэтому это решение руководства США закономерно, хоть и противоречит заявлениям Дональда Трампа об уходе с Ближнего Востока, заключает Владимир Фитин. Субтитры создавал DimaTorzok